Конференц-зал «Белинки» в Екатеринбурге гремит военными маршами и звуками казачьей колесной лиры. А мы волнуемся, потому что здесь на конкурс-фестиваль приехали кинематографисты из Санкт-Петербурга, Тольятти из Белоруссии, среди участников Астрид Шульд из Германии, Рауль Фахарда из Мексики. Всего в конкурсной программе участвует 41 фильм, и среди них наш «Печаль хрустальная жива». Здесь и сейчас открытие фестиваля. В конференц-зале библиотеки имени Белинского участники конкурса – гости. Им предстоит разговор на тему «Человек и война» в разных аспектах. И лейтмотивом происходящего стали уже вот эти строчки. Выстрел, взрыв, чья-то жизнь оборвется, Вот чьи дом постучится беда, Человек без войны обойдется, Но война без него никогда. В эти дни столица опорного края державы принимает тех, кто хочет знать и ищет правду о военной истории своего отечества. А раз фестиваль посвящен теме войны, то его организаторов поддержали кадетская школа-интернат и лица и милиции. Пусть ребята познают историю войн из профессионального документального кино. Собственно, это и есть та номинация, в которой представлен и наш фильм. А это, собственно, призы фестиваля. Они и есть интрига всех фестивальных дней. Это надо выстроить как-то все повествование, чтобы до конца не отпускало вашу мысль. Но часто пренебрегают. Вот я видел, вот я показал. Ну, мы привыкли к тому, что телевидение нам все на свете показывает. И поэтому, ну, никакой реакции. Вот это, наверное, самое главное. Ну, за этим стоит очень много. Для меня очень важно, чтобы на мир смотрел человек через современную камеру. Это, конечно, хорошо. Но современным взглядом. То есть, чтобы у него в голове не торчали какие-то идеи позапрошлого века. А чтобы он со всем опытом, со всем богатством опыта нашей сложной жизни смотрел на то, что вокруг него происходит, и вот это показывает. Представитель Оргкомитета фестиваля Вера Данилова давала общую оценку просмотренным уже ею фильмам. Она и не подозревала, что перед ней съемочная группа фильма-конкурсанта. И еще одна картина из Свердловской области. Она называется «Печаль хрустальная жива». Она пришла к нам из Полевского. Совершенно потрясающая лента о Эвако-госпитале времен Великой Отечественной войны. Очень такая, знаете, пронзительная работа. Я думаю, что наши жюри должным образом отметят эту работу. И все равно интрига сохраняется. Ведь как профессионалы от Полевского телевидения у нас и цели высокие. Конечно, хотелось бы высшей награды в своей номинации. Екатерина Медведева, Александр Полищук. Новости нашего города.